Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, в одном из своих роликов я сделал вам небольшой обзор своей мотоэкипировки, которую я приобрел в эту зиму. Но тот обзор был такой, скажем, не детальный, а более общий, поэтому у меня возникло желание записать несколько роликов именно с деталированными, с более детальными обзорами своей мотоэкипировки. И решил я начать эту серию роликов с обзора своих мото-перчаток. Ну, посмотрим, что из этого получится. Поэтому, ребята, кто не хочет пропустить следующие видосы, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну, а мы с вами начнем обозревать эти замечательные перчатки. Так, давайте мы одну уберем, чтобы она не мешалась, и там будет достаточно, в принципе, одной перчатки. Почему выбрал я именно эти перчатки фирмы FLM? Они, на мой взгляд, сочетают как раз-таки соотношение комфорта и безопасности. Ну, про ценник я сейчас молчу. Цена этих перчаток, если мне не изменяет память, то где-то 85 евро. В принципе, ну, нормальная цена для перчаток, поэтому дорого или дешево это, мы сейчас не будем об этом говорить. То есть, я взял эти перчатки именно из-за того, что это отличное соотношение безопасности и комфорта. Давайте посмотрим, что у этих перчаток есть. У этих перчаток есть вот такие вот пластмассовые вставочки, которые будут защищать вашу ладонь, если вы, скажем так, упадете, не дай бог. Но единственное, что мне вот не хватает в этих перчатках, это защиты мизинца. Защита мизинца здесь как бы отсутствует. Это как бы немножко не очень. Ну, я говорю, это вот такая золотая середина между комфортом и безопасностью. Спереди у них вот такая пластиковая штука. В принципе, можно использовать как кастет, но не нужно. Такая очень массивная. На мой взгляд, должна очень хорошо защищать. Здесь вот у нас на пальцах такие тоже пластмассовые твердые вставочки. И также вот здесь вот есть мягкие такие, спупырчатые штучки. Что касается в плане удобства, они очень удобные. Давайте вот я сейчас одену на свою руку, покажу вам, как оно будет выглядеть именно на руке. То есть они очень удобные. Вот прям вот реально в плане комфорта идеальные. Еще что важно было у этих перчаток. У них вот эти два пальца, мизинец и вот этот. Они по идее были как бы сшиты вместе. То есть изначально. Но вот здесь есть такая расшриховка, по которой в принципе, ну там нарисованы ножницы, что при желании можно взять и разрезать здесь, чтобы пальцы отделить. Я знаю, да, что это как бы сейчас меньше безопасности, но зато больше комфорта. То есть каждый выбирает для себя, что ему надо. То есть я хотел, чтобы это было и комфортно, и безопасно. Поэтому я для себя выбрал именно вот такую золотую середину. Поэтому из минусов этих перчаток это отсутствие вот этой защиты мизинца. А в остальном они в принципе очень даже хорошие. Я смотрел другие перчатки, допустим, от Dainese, которые стоят чуть ли не в два раза, а защиты в разы меньше. Поэтому, не знаю. Естественно, скоро надо будет приобрести себе еще какие-нибудь перчатки посерьезнее, которые не будут промокать, так как я планирую ездить на дальники. И чтоб под дождем они не мокли, скажем, поэтому надо другие. А это чисто так летний вариант погонять будет самое то. В принципе, что еще в этих перчатках можно сказать? А, ребята, если вы будете брать подобные перчатки, я бы вам рекомендовал брать именно, чтобы в плане размера были, чтоб прям рука входила очень туго в них. Потому что это натуральная кожа, и она имеет свойство растягиваться. Поэтому после того, как вы немножко их поносите, скажем так, пару раз покатаетесь, они будут идеально по вашей руке. Естественно, если вы возьмете с запасом, то они уже идеально на вашу руку не сядут. И это плохо. Я брал так, чтобы длина пальцев была вообще прям идеально совпадала. А в плане того, что они были узкие, ну, меня это не мешало. Я говорю, они вот сейчас их поносил немножко, я их так на скутере пока в них гоняю, пока мотоцикла нет. В принципе, они уже разносились, и прям как домашние тапочки ощущаются. Поэтому я нисколько не жалею об этой покупке. Так, если у вас, ребята, возникнут какие-то вопросы по тем же перчаткам, не стесняйтесь, задавайте их в комментарии. Я с удовольствием на них отвечу. Так, давайте сейчас, может, еще вам более детально покажу. Там шовчики какие-нибудь, чтобы было все видно. Так, вот так вот. Тут ближе. Так, видно, сфокусировалось замечательно. Давайте медленно сейчас поверну их так. Так. Ну, вот как-то так, ребят. Ладно, ребята, еще раз всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам видос понравился, поэтому ваше мнение буду с удовольствием читать в комментариях, если таково у вас имеется. Еще раз говорю, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, рассказывайте обо мне друзьям, репостите видос в социальных сетях. Я, в принципе, не возражаю. Ну, а с вами был Вилли. Увидимся. До новых встреч. Всем пока.